МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комиссии предстоит их рассмотреть в срок до 13 октября. По итогам конкурсного отбора на лучшие проекты планируется распределить 3,5 миллиона рублей. Из них 3 миллиона рублей округ получил в виде субсидий из федерального бюджета. Победители конкурса и очередность распределения грантов комиссия определит с учетом рейтинговой оценки каждого стартапа. Гранты предпринимателям предоставляются на безвозмездной основе в целях софинансирования их расходов. Требования ко всем участникам конкурса равны. Необходимо иметь бизнес-план и предусмотреть собственные расходы на реализацию своего проекта в размере не менее 15% от суммы, получаемого гранта. Максимальная сумма гранта составляет 500 тысяч рублей, за исключением случаев, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей гранта. В этом случае сумма гранта юридическому лицу может быть увеличена до 1 миллиона рублей. Нинецкий округ сэкономил более полумиллиарда рублей на госзакупках. По данным Управления государственного заказа региона, с начала года государственными и муниципальными заказчиками в округе проведена 1931 закупка на общую сумму 5,9 миллиарда рублей. Из них в электронной форме прошло 73% на сумму 4,9 миллиарда рублей. Экономия бюджетных средств по результатам закупочных процедур составила более полумиллиарда рублей. Всего в течение 9 месяцев было подано 4607 заявок. В среднем на одну региональную закупку приходится 3 участника. Доля местных организаций и предпринимателей составляет 45%. В структуре закупок в регионе лидируют строительные и ремонтные работы, на долю которых приходится 60% общего объема. Самой крупной закупкой этого года стало строительство здания школы номер 3 на 700 мест по улице Авиаторов на сумму 1 миллиард 800 миллионов рублей. В целях повышения эффективности расходов окружного бюджета в регионе активно проводится работа по усилению централизации закупок. В текущем году в систему централизованных закупок включены закупки для дошкольных и иных образовательных организаций, в том числе при определении подрядчиков на выполнение строительных, ремонтных и иных инженерных работ. Централизованно проводятся закупки новогодних подарков для детей, услуг по организации общественного питания, по очистке и уборке помещений. В настоящее время доля государственных закупок, проведенных в округе централизованно, составляет 84%. Кроме того, расширен перечень продукции, закупаемой консолидировано. В этот перечень включены закупки на поставку продуктов питания, организацию лечебного питания, поставку учебников, канцелярских товаров, моющих средств и хозяйственных товаров для нужд бюджетных учреждений образования. Нинецкий округ в числе регионов-лидеров по показаниям внедрения ключевых энергоэффективных технологий. Соответствующие данные опубликованы в государственном докладе о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации за 2015 год. В частности, по показателю доли энергоэффективных источников света в уличном и дорожном хозяйстве Нинецкий округ достиг 88%. В среднем по России этот показатель составляет 65%. В два раза больше, чем в среднем по стране, в нашем округе зафиксирована и доля энергоэффективных зданий, эксплуатирующихся бюджетными учреждениями. Показатель составил 30%, в среднем по России – 14%. Ключевым фактором, повлиявшим на достижение высоких показателей, стала модернизация систем уличного освещения в части внедрения энергосберегающих технологий с применением светодиоидных источников света. Благодаря этому в регионе удалось добиться значительной экономии электроэнергии. Также Минэнерго дала высокую оценку проекту запуск ветродизельного комплекса, реализуемого в поселке Амдерма. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит значительно уменьшить расход топлива энергетических ресурсов, завозимых по сложной логистической схеме. Северная транспортная компания завершит пассажирскую навигацию 13 октября. Начиная с этого момента, компания «Печора. Вот путь» снимет знаки судовой обстановки и движение пассажирских судов по реке будет запрещено. В этом сезоне перевозка между окружным центром и 11 окружными селами была организована пассажирскими теплоходами Юрий Расихин и Пустозерск и двумя моторными катерами. За 9 месяцев текущего года пассажирскими теплоходами Северной транспортной компании всего перевезено более 12 тысяч человек. Из них более 3 тысяч пассажиров съездили по полному тарифу около 4,5 тысяч по 50-процентному. Более 3600 человек перевезены по нулевому тарифу, то есть бесплатно. Такой льготой пользуются ветераны труда. За полцены компания доставляет детей и студентов до 23 лет, пенсионеров по возрасту, женщин старше 50 лет, мужчин старше 55. Скоростными моторными лодками перевезено более 200 пассажиров за полную стоимость и 85 человек за половину стоимости. Льготные тарифы субсидируются за счет средств окружного бюджета. В этом году размер субсидии на частичную компенсацию недополученных доходов Северной транспортной компании составил более 12 миллионов рублей. Ниньский округ получил дополнительные средства на оказание жителям высокотехнологичной медпомощи. В бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования региона и из бюджета федерального фонда ОМС в качестве дополнительного финансового обеспечения поступили 3 с небольшим миллионом рублей. Направление пациентов Федеральной медицинской организации для оказания специализированной медицинской помощи осуществляется лечащим врачом медицинской организации, в которой пациент проходил диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи. С начала года высокотехнологичную медпомощь получили 152 жителей Ниньского округа. Из них 122 взрослых пациента и 22 ребенка. В настоящее время на лечении или обследовании находятся 53 пациента из Ниньского округа. Еще 122 человека ожидают приглашения медицинской организации. Наиболее востребованными профилями для жителей региона по-прежнему остаются сердечно-сосудистая хирургия и травматология. По первому направлению прошли лечение 49 жителей региона, по травматологии и ортопедии – 48. В рамках окружной программы «Содействие занятости населения» Ниньского округа гражданам, желающим сменить место жительства в связи с трудоустройством в другом регионе или другом населенном пункте субъекта, компенсируются расходы, связанные с переездом. В этом году три семьи воспользовались данной мерой поддержки. Одна из них переехала в Архангельск, две другие – в Наринмар из сельской местности. Центр занятости компенсирует стоимость проезда к новому месту жительства безработного гражданина и каждого члена его семьи. Оплачивается провоз багажа не выше 5 тонн на семье. Также выплачивается единовременное пособие на каждого члена семьи в размере прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Ниньском округе на первый квартал текущего года. Компенсируются и расходы по наему жилья на время пребывания в другой местности, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение в размере 550 рублей в сутки, но не более пяти дней со дня найма. В настоящее время Центр занятости населения Ниньского округа предлагает ряд вакансий в сельских поселениях. Сегодня в Центре занятости населения безработных граждан зарегистрировано 523 человека. Столько же вакансий предлагают работодатели. Уровень безработицы составил 2,3%, коэффициент напряженности на рынке труда 1,3%. С 3 октября 2016 года зарплатные нарушения будут дорого обходиться работодателям. Соответствующие изменения, внесенные в федеральное законодательство, уже вступили в силу. Поправки устанавливают предельный срок выплаты зарплаты, повышающий размер компенсации за задержку ее выплаты и штрафы для работодателя. Согласно изменениям в законодательстве, с этого времени зарплату работники должны получать на руки не позднее, чем через 15 дней с момента окончания периода, за которое она начислена. Например, если аванс выплачивается 25 числа, то зарплата должна прийти сотрудникам не позднее 10 числа следующего месяца. Выдавать отпускные сотрудники работодателю обязаны не позднее, чем за три дня до начала отпуска, а окончательный расчет при увольнении должен быть произведен в день увольнения. Нарушение этих правил предполагает санкция для работодателей. Должностным лицам придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, компаниям от 30 до 100 тысяч, а индивидуальным предпринимателям от 1000 до 30 тысяч. Как разъясняется на официальном сайте профильного федерального ведомства, изменения в законодательство не должны вызвать проблем при выплате годовых премий. Правила касаются лишь выплаты зарплат, которые необходимо выплачивать не реже, чем каждые полмесяца. Условия и сроки выплаты годовых премий работодатель определяет сам. По данным статистики Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинского округа, зарплатные поправки федеральные законодательства коснутся 2409 хозяйствующих субъектов региона. Столько работодателей зарегистрировано в Нинском округе на 1 января 2016 года. В их числе 1147 организаций и 1262 индивидуальных предпринимателей.